Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Теперь вы понимаете, насколько точно мы с вами шли вместе на протяжении этих лет. Утончая свою природу, освобождая от старых привычек свои тонкие тела, клетки, системы, подготавливая свою физическую форму и свои эфирные тела, и свои эмоциональные и ментальные тела к новой жизни. Сейчас мы с вами будем работать более активно, как я называю, с нижним лепестком, то есть с четырьмя нижними чакрами, включая сердечную, и больше заикаряя свои новые шаблоны поведения в земных чакрах, то есть находящиеся у вас под ногами. Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему, которая еще больше приближает нас к самим себе, жизнь на новой земле, сохранить в чистоте свою душу. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Итак, продолжим наш разговор о том, как проявляется на физическом плане новая реальность. Сейчас человечеству предстоит непростое испытание. Принять истинную информацию о происходящих на земле событиях уже с высоты своего нового сознания. И сейчас мы поговорим об этом подробнее. Я уже не раз упоминал в своих посланиях, что в скором времени все тайное станет явным, что будут сброшены все маски, и люди, наконец, увидят, кто на самом деле правил миром. Очень многим эту правду будет принять непросто. Слишком уж фантастической будет выглядеть она в глазах обывателя, слишком страшной, жестокой, бесчеловечной. Но самым сильным ударом для людей может явиться то, что управители вашей планетой не люди. Обездушные в прямом смысле этого слова существа. Как вы уже знаете, в силу своего происхождения и энергетического строения, рептилоиды не способны испытывать чувство любви и сострадания. Все, что они могут, это использовать людей в своих целях, упиваясь своей властью над ними. Такие программы заложены их создателями, в основу их коллективного сознания, о чем я уже подробно рассказывал вам в серии моих посланий о рептилоидах. На этом канале все эти ролики есть, можете посмотреть. Поэтому сегодня я не буду повторяться. Сейчас нам предстоит сделать акцент на другом. Как, узнав эту страшную правду, остаться человеком, как повести себя, дабы не уподобиться этим существам и не выплеснуть на вашу многострадальную землю мощную ответную волну возмущения, агрессии, осуждения. Я вижу. Как реагируете вы на появляющуюся сейчас информацию о преступлениях мирового правительства и как трудно вам сдержать свои эмоции. Но сейчас вам нужно думать не только о себе, но и о земле в целом, о человечестве, которое переходит на новый уровень своего развития. Этот сакральный процесс должен проходить в энергиях высоких вибраций, а не в энергиях ужаса, страха, возмущения и осуждения. И вот, что вы можете сделать, чтобы прекратить кормить своих обидчиков энергиями низких вибраций, которые являются для них питательной средой и которые пытаются они провоцировать в каждом человеке. Какую бы страшную информацию вы не получили, поблагодарите тех смелых людей, которые донесли ее до вас, рискуя собственными жизнями. Поблагодарите все силы света, которые оберегают их и помогают им восстановить справедливость на земле. Поблагодарите свою душу и всех своих небесных помощников для того, чтобы эта информация дошла до вас и вы, наконец, узнали правду в ее неприкрытом виде. Что же касается жертв преступлений рептилоидов против человечества, то их души обрели покой на тонком плане земли. и находятся под заботливым крылом сил света. А многие из них, выполнив свою миссию, уже ждут вас в благословенном пространстве пятого измерения. Вам же сейчас следует сохранять чистоте свою душу и во что бы то ни стало поддерживать высокие вибрации. Поскольку любое суждение уведет вас обратно в мир дуальности. Я знаю, что это непросто, родные мои, но без этого вы не сможете двигаться дальше в однополярный мир пятого измерения. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему сохранить в чистоте свою душу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...